Так, друзья, 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 сейчас будем рисовать цветы. Мы сейчас с вами все смачиваем, но смачиваем так, чтобы у нас вот здесь где-то примерно осталась ладошечка сухая. Ладошечка сухая, то есть мы вот эту водичку, то есть нам нужно сделать фончик живой, такой будет, но смотрите опять же его. Вот идеально, когда он смочится, если у вас будет, там сейчас вот кисточка мне грезная, будет понятно, но где-то не прямо наглухо, то есть мы его смачиваем, вот здесь грязная, как раз видно. То есть мы вот так вот немножечко его тоже делаем вниз, можно весь смочить. Это для чего? Для того, чтобы у нас фон был поинтересней. Ну где-то серединку оставить сухую, то есть вот у меня грязная кисточка, как раз видно, как я все смочил. Теперь светлая. Соответственно, мешаем два нейтральных таких цвета. Низ теплый какой-то, ну вот прямо сейчас его сразу закроем. У нас какая-то охра идет такая, но она немножко погашена, но не в цвету. То есть какая-то охрочка, прямо коричневый с охрой смешали. Прямо вот как цветы писать быстро. Значит, помнишь, здесь у нас чуть сухо, мы туда не лезем. Стол. Прямо берем вот так вот весь. Закрылись. Закрылись. Вот. А фон теперь, он у нас такой более холодный. То есть туда можно добавить немножечко какого-то вот, я даже не знаю, что синий, к этому коричневому. То есть он такой более нейтральный, ближе к серому, такой серый, серый, но холодный. И вот смотрите, то же самое, вот как мы сделали водой. Нам нужно ставить середину светлую, потому что здесь у нас какие-то цветы, но кто же цвет придет? Нужно вот этот цвет, вот так вот с периферии, сюда загнать. Где-то не полностью перекрывать, где-то у нас вот белое какое-то. То есть у нас должна быть такая акварельная вот, такая вот история непонятная. А, я поняла. Смочил вот там, а рисую здесь. Я иду, что почему у тебя все сухо. Да-да-да, я и тоже. Я только сейчас понимаю. То есть все вот очень вокруг должно быть такое вот. Вот фактически первый акварель создается вот там, внизу, ну, на периферии. Задали ее, и это фон, потому что он здесь никакой роли не играет. Это мы просто избавились от белого. Но белого где-то сохранили внутри вот этой формы. Сиреневые разные как бы цветочечки, которые есть. Ну, мы вмешаем на палитре прям какой-то желтый. Стараемся чистенький. Вот сейчас в данном случае пока чистенький. Чистенький, желтенький. Ну, тоже так, сыренько. Мокренько. И самое главное, смотрите, когда сейчас будем заносить, вот не надо нарисовать цветы. Пока забудешь, что там есть цветы. Вы просто смотрите, где у нас желтый цвет. А где у нас желтый цвет? У нас желтый цвет, например, здесь. И внесли пятнышко желтенькое. Где у нас желтый цветик? Потому что все равно в итоге все растечется. Мы будем из него, у тебя какой-то желтый, он видишь, ядовидный немножко такой. Делай, пожелтеет. Ты смотри, желтый более теплый. Где у нас еще желтенькое? У нас вот здесь желтенький какой-то, да? То есть цветочки, здесь желтенький. Сразу можно немножко по форме. Вот как вот эти цветочки растут. Вот. Потом у нас есть такой немножко цветик, вот эти колоски. Он более такой охристый. Даже может быть с намеком на какую-то зелень. Цветик. Тоже пока мы не рисуем ни колоски, ничего. Мы просто закидываем где у нас этот цветик. А он у нас идет вот сюда, да? Вниз. Какие-то формочки. Тоже пятнышки закинули. Пока начинаем со всего светленького. Дальше. Я быстро делаю. Соответственно, дальше что мы делаем? Дальше у нас красивые идут сиреневые вот эти цвета. Прям берем сиреневенький. Синий с красненьким, какой-то такой фиолетовенький. Мешаем. Их много таких цветиков там. Много цветиков таких. Такие пушистые. Они больше кругленькие. Ну, только всей этой истории начинаем. Пятнышко. Тут цветик такой. Тут цветик такой. То есть мы взяли цвет и смотрим, где этот цвет мы можем применить. Но только что единственное, что может сразу как цветы растут. Но примерно, по-моему, мы их цветы не рисуем. Но цвет закладываем. Маш, видишь, ты немножко цвет заводишь. Надо было под белое, а у тебя смесь получается. Немножко вот сюда. То есть все равно где-то пробило надо было ставить. Но старайся где-то и чистенький, чтобы у тебя желтый был. Вот найди. Видимо, здесь может быть желтый. Вот там, видишь, вот этот, ну, тут такой цветочек. Ну, тут и здесь. То есть цветочки, они раскладываются. Цветочек. 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 Дальше. Потом эти цветочки идут чуть теплее у нас они. Чуть теплее красненькие вот эти. Тоже мы пока не цветы, но пока ощущение, где у нас этот цвет. Мы их потом будем прорисовывать, может быть, подробно. Сейчас все начинается с цвета, с ощущения цвета. То есть мы сводим, где у нас пятна, с пятном соединяет. Тут должно быть на стадии пятна уже красиво. Вот чистого синего уже некрасиво, да? Ну, некрасивый такой синий цветик. Ну, вот ты с него начала, лучше идти от светлых к темным. Вот. Ну, чуть-чуть красненько с него добавляешь, как бы, или фиолетовый, вот этот красивый фиолетовый, например, с ним смешать. Ну, то есть ближе к природным цветам. Где-то даже можно там совсем красненький. Цветочки красненькие. Где у нас там такие, как это называется-то, клевер, по-моему, да, сверху? Клеверочки, такие цветочки. Вот, смотри, у тебя должно быть примерно, как бы, вот так. Ты еще цвета не сделала, но уже, уже вроде как ощущение, что это вот, как бы, букетик, да? То есть ты раскидываешься, ну, нет, начинает, когда двигаешь, Таталья, что-то отстаешь. Не, не знаешь, ну, видите, когда по суровому писать, надо достаточно динамично, потому что иначе начинает все сохнуть и начинает все теряться, да. Ну, и красивый синий, пусть будут, раз цветы полевые, раз цветочки полевые, мы можем их немножечко синеньким туда. То есть это фактически под основу, под цветы. То есть цветы, как бы, знаете, когда рисуют пакеты, делают, как будто вокруг цветов свечение такое есть. То есть мы внутри этого пятна потом нарисуем цветочек. Вокруг него будет такой немножко вот аура, как бы, вот этого света. Да, и она-то в таких вот легких форматах. Легких таких форматах. Хорошо смыться. Поскольку у нас где-то сухо, у нас уже сейчас пятна, получается, с четким каким-то очертанием, где цветочки есть, а где-то у нас более таким сухим. Где-то у всех. Внизу белое пятно оставалось, как я говорю. Нам нужно туда поставить этот вазон. Он стеклянный, и мы по большому счету там практически ничего не видим, да? Но нам нужно задать немножко форму, что это округ. Обычно стекло – это отражение всех вот цветов, которые есть в округе. Можно прям даже то, что вот этот цвет на палитре сделать. Нужно просто нам создать как бы одну полусферу. То есть, оставляя белую, ну, просто полукруг такой затянуть. Вот прям кисть ставите и сделать вот такую вот кистью полуформу. Вот так вот. Все остальное оставляю светлым. Просто один раз. Вот так цветом. Потому что мы его будем формировать другими оттенками. Нам просто намекнуть, что там... Страшно. Ну, со стороны цвета, с этой стороны. Взять просто теперь в этом же мазке, просто снять вот так белым. Ну, просто чистой кисточкой. Это такая очень условная форма. Она потом появится у нас, когда мы тени вокруг нее сделаем. Но она должна быть просто, чтобы такой рефлекс был. Половинку. Вторую половинку мы не делаем. То мы ее спрячем под листву. То есть, вот все. Это вот такая, скажем так, основа. Ну, начальная. Она все начинает подвяливаться. Теперь зелень. Вот смотрите. Зелень. Ее, несмотря на то, что ее много в листе, нам нужно зелень объединить в одну. То есть, вот эта зелень, нужно понять, что это не куча отдельных стебелечков. Это вот одна зелень. Сейчас мы пока возьмем ее пока в светлом своем состоянии. То есть, если мы сразу темную зелень не возьмем, нам будет потом трудно сделать, скажем так, на ней глубину. Ну, и вот какие-то листики, все остальное. То есть, мы теперь мешаем примерно цвет освещенной зелени к этому ко всему. Ну, мешаем какую-то зеленку. Можно даже прям взять майскую зелень там, такую яркую. Ну, чуть охру в нее добавить. И вот забыть пока, что есть отдельные всякие веточки, листочки, стебелечки. Нам нужно завести туда зелень, чтобы она у нас вот эту массу основную задать. Посмотрите, где она у нас вокруг этих наших цветных пятен. Она у нас где-то выходит за пределы. Вот. И вот эту зелень нам нужно какой-то где оставить, ну, пару ромашек, да? То есть, белые пятна, где у кого выжили, нужно просто их немножечко так обойти, пока по кругу, пока не вырисовывая. Где-то оставить вот пару таких вот пятнышек. А остальное прям берем вот торцом кисти и в середину закрываем какими-то пятнами. Но кувшин мы пока не лезем. И где у нас, смотрим, зелень? У нас зелень между пошла цветками, да? Все, не закрывайте. То есть, вот пока набираем просто такое пятно, большую зеленую кляксу. То есть, это та основа, сверх которой мы потом будем с вами делать, ну, конкретные уже листики. То есть, это пока фон. Мы избавляемся, по большому счету, от какой-то белой такой истории. Так, где-то, если белый останется, мы потом в цветы превратим. Здесь пошли какие-то метеолочки. То есть, где у нас зеленый цвет присутствует? Везде, везде. Так. Но все равно общий силуэт как-то нужно сохранять. То есть, мы должны понимать, что у нас цветок, он такой небезграничный. Небезграничный. Все так по-сырому, 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 по-сырому. Вот. Теперь берем эту же зелень чуть-чуть темнее и холоднее. То есть, нам теперь нужно глубину в нее создать. Вот пока светлые пятна закинули. И теперь немножечко в середину этого нашего куста вводим как бы темноту. Тоже так же оставлять светлые, не вырисовывая пока ничего. То есть, все делаем на уровне вот каких-то пятен. На уровне каких-то пятен. Потому что, если вы приглядите, вы там все равно не увидите различия. Где что? То портрет отдельного каждого цветочка мы здесь не рисуем. Это очень важный момент такой. В кувшин пока не лезьте. Кувшин нам нужно будет чуть-чуть по-сухому. То есть, вот получается вроде как такое цветное, непонятно. Да, то есть, теперь вот к этому у тебя мало цветных. Добавляешь как бы вот такую темнотишку. Вот. Соответственно, чтобы нарисовать стекло, мы рисуем не стекло, мы рисуем окружение вокруг него преломленное и какой-то внешний силуэт. То есть, вот мы немножко задали какой-то оттенок вот этот, да, вот он у вас как бы у вас есть. Ваша задача сделать его очертание. Ну, то есть, если мы сейчас будем просто его вводить, нам у нас появится контур. У стекла контура нет. Соответственно, нам нужно сделать, нужно просто сделать пятна вокруг вот этого вазончика, которые нам дадут отсечь его от пространства. Значит, соответственно, внутри у нас это цвет зелени, а внизу это у нас цвет вот этого как бы стола. Поэтому я вам предлагаю начать со столика, чтобы он был. Вначале мы поставим эту вазочку. Примерно у нас есть этот тон, который у нас есть. Берем его, то же самое, коричневенький, можно чуть-чуть, чуть-чуть только по темнее, можно даже таким же. Вот кисточка плоская у нас. Ищем, где у нас основанница вот этой нашей вазочки, тень. Только смотрите, самое главное, поскольку ваза стоит на столе, у нас примерно такой ракурс, она у нас практически плоская. То есть вам нужно поставить ее не под всей, то есть где-то со свещённой части мы не видим, где-то просто ставим плоскость параллельную вот этому, где у нас основание вот этой вазочки. Ищем пятнышко. Ну и, соответственно, примерно понимаем, ну вот я не знаю, чтобы как у вас скотч, да, форма круглая, если вам трудно понять, как нам ее сделать. Нужно вот эту часть вот здесь вот отсечь. То есть вот смотрите, я только добавил пятно здесь, я уже получил внешнюю форму вот этой нашей вазочки. И, соответственно, чтобы это было все мягко, немножечко вот это все растушевываем, ну как бы плоскость, на которую ставим, и водичкой, просто взять водичкой, сейчас покажу, просто водичкой провести, подразмыть. Вот. То есть нам не надо здесь ничего жесткого. Акварель она вот на таких стадиях. То есть добавили силуэт пятно и подразмыли его. Пока хотя бы просто вам визуально зацепиться за форму. То же самое делаем с внешней стороны. У нас там зелень плотная, я вот ее уже фактически сделал. Прям берем зеленый, зеленый, плотный. Самое главное, не, водите все, то есть намеками, то есть частично решаем. Соответственно, с одной стороны мы делаем зелень, потому что она вся утопает, скажем так. Потом мы еще будем внутренности на ней делать. Нам сейчас самое главное, чтобы у вас внешний силуэт был. Чтобы вы вот эту форму передали. Все ее не надо. То есть она все равно частично будет скрыта листвой. Скрыта листвой, но более-менее должна пониматься геометричность формы. То есть тут, если тяжело, даже вот это можно потом, тоненькой кисточкой сам силуэтик подправить зеленью, ну, чтобы у нас круг был прям живая такая линия. Я тоже бываю косоглаживаю в плане изящества формы. То есть он не совсем сфера, но такой вазон. Вазон. Отсекли его. Маш, поровнее только старайся сделать. Все-таки эта форма не природная, она рукотворная. Она должна быть прям вот симметричная, четенькая. То есть нам нужно примерно понимать... Стойте, вот наши цветочки, они уже подсохли основой. Теперь берем эти же самые цвета, эти же самые цвета, но уже в более густом своем решении, то есть более такие плотненькие. И что мы делаем? Ну, теперь мы уже начинаем рисовать что-то похожее на цветы. Вот, не просто если мы закидывали цвет, то теперь прям вот мы должны немножко анатомию цветков понимать, где они у нас находятся. Берем тот же, знаете, шаляем желтенькую. Ну, вот как там, я не знаю, вот этот вот. К сожалению, полевые цветы трудно по названиям запомнить. Вот у нас что-то такое. Желтенькая, оранжевенькая. Только стараемся, опять же, набирать. Ну, вот. Примерно там, как они растут, да? Ну, вот у нас такие метелочки здесь какие-то есть. Опять же, как будто из этого цветного пятна, оно все в дымочке такое. Представьте, как будто этот натюрморт в дыму стоит. Мы только переднюю часть вот этого цветка вытаскиваем. То есть дальняя у нас размытая. Сюда мы добавляем, например, конкретные такие вот цветы. Вот у нас здесь один такой. Пока без зелени. То есть, смотрите, мы потом это будем делать связующую. Зеленью. Сейчас мы просто набираем вот здесь у нас такой цветик. Здесь у нас еще торчат, ну, таких набор пятнышек. Тут цветочек у нас какой-то желтенький. Где у нас еще желтенькие цветочки? Вот здесь их много. Здесь другого характера цветочки. То есть не сели вот эти, рисуем лепесточек каждого цветочка. Мы все равно набираем пятно, которое собирается вот в такую группу. Уже там много цветиков. Вот на поверх тех пятен цветных, которые мы уже заложили. Вот здесь так вот торчит. Может немножко уже импровизировать по своему. По своему листу делать. Здесь вот у нас пошел цветочек какой-то на передний план. Можно даже насыпать этих вот где-то. Тут Маша говорит цветочков. Где у нас еще может быть? А вроде желтых у нас не так много. Вот желтенькие сделали. Дальше у нас красиво идут вот эти сирененькие. То же самое. Ищем, где у нас они уже были сделаны. Собираем этот наш сиреневый цветик. Ну, поаккуратнее чуть-чуть, помилочек делаем их. Опять же, большой кистью делаем. Очень темные. Где-то такие взяла. Мы же тем же самым желтым пока работаем. То есть мы вот эту кругляшечку и пытаемся сделать прям, чтобы уже была похожа на цветочек. То есть у нас есть вот форма какая-то. Мы к ней начинаем добавлять прям по форме, чтобы это уже собиралось как цветочек. То есть как бы теневую часть. Тут цветочек у нас где у нас еще такие есть. Вот здесь вот. Что-то с тренировки светлое как бы художественно дорабатывать. То есть вы к этому цветочку доводите такие вот тычиночки. Лепесточки. Вот здесь у нас, например, есть внешний силуэт. Хочу поярче даже что-то такое взять. Ну, мы к нему добавляем уже прям такими. Прямо этой же кистью. Вот это же как бы типа клевера что-то. Формочка, которая напоминает этот цветочек. Вот пятнышко. Здесь пятнышко. Не стоит прям вот... Можно, конечно, сидеть каждый раскрашивать. Но лучше все это делать. Там чуть-чуть цвет цапнули, там чуть-чуть цвет цапнули. Здесь вот у нас цветочечек какой-то идет. Потом возьмем, если маленькую кисточку, мы можем их еще более проработать. Где у нас еще такие? Вот здесь вот у меня целая группа таких цветочков. Даже если у них несколько маленьких, мы собираем все это в такие вот пятнышки цветочные. И если первый слой у нас такой расплывчатый был и расползался, то сейчас мы уже собираем его в какие-то такие собранные формы. Вот смотри, просто собираем теперь пятна уже на расплывчатые. Сажаем уже конкретных вот этих цветочков. Прямо взять синенького. Синенького. Ну, я все, ну, каплю красного у нее добавлю, чтобы он был... Здесь такие вот колокольчики. Колокольчики – это значит такие треугольнички. Вот прямо вот все, треугольнички. Треугольнички. И они такие вот в разные стороны у нас. Тут шпалевые всякие цветочки. И здесь у нас какие-то синенькие треугольнички. В принципе, можно у меня-то не смотреть. Вы же цветы можете в натуре смотреть. Ну, как бы там, да? Вот. То есть подход-то он примерно одинаковый. Цветик, цветик. Только старайтесь, чтобы это все было поживее, полегче. То есть не старайтесь прямо вырисовать. Просто набор таких. Потому что акварельные натюрморты, они лучше, когда они проработанные. Цветочные особенно. Ромашки надо все-таки обводить. Где мы оставили белые пятна? Ромашки как рисуются? Ромашки рисуются не ромашками, рисуются их окружением. Берем зеленый, который у нас вокруг этих ромашек. Ну, для того, чтобы было, например, проще, можно ткнуть желтым серединку ромашки. Чтобы вам было понятно, вокруг чего выстраивать ромашку. Прям желтенький, который у нас есть. Где у нас тут ромашки можно? Вот у меня здесь напрашивается ромашка. Ромашка. Ну, только не полностью вот эту, делайте, пумпушечку такую, да? Как бы пятнышками такими. Лучше ее сделать, потом в нее еще добавить немножко оранжевого. То есть ромашка такая будет пообъема. Сначала желтенького, потом... Вот я, например, здесь ромашку сделаю, да? Ну, я могу здесь ромашку сделать. Смотри. И где-то делаем, ну, скажем так, намек на лепесточки. То есть мы силуэт вот этого цветочка разрезаем. Разрезаем на ромашку. Все не надо. Задняя пусть будет не обобщенная. Где-то вот мы начинаем делать пару таких вот, сейчас покажу. Внешним зеленым. Внешним зеленым. Главное, чтобы это был не контур, а пятно рядом. А пятно рядом. Причем ромашки не могут быть такие немножко облезлые, несимметричные, полевые. Они все такие вот с намеком, с таким, с небольшим. Они такие симметричные, где они в тяжелый подвес отклоняются. Просто нужно здесь ритм, набрать ритм вот этих пятнышек. Колосок такой вот у нас, колосок. Один колосочек. Потом мы, когда к нему усики сделаем, он превратится в колосок. Да, то есть графика потом она вся будет дополнена. Сейчас пока просто набор таких вот под тяжестью каких-то пятнышек. Смисающих. Так, колосочек, колосочек, колосочек. Где-то внутри еще колосочек. Тоже там ткнули, там ткнули, там ткнули. И ткнули. Начать из прямых. То есть можно тоненькую взять. И ты начинаешь сводить вот эти вот ваши пятна. Только смотри. Внутри, например, стебля не видно. То есть ты начинаешь разрывать. Вот у тебя есть такой цветочек. Начинаешь стебелечек, чуть-чуть зелененький. Прервала. А из-под него дала. И до конца не доводишь. То есть не надо стебли сажать в банку. Потому что он будет перекрываться другим стеблем. То есть вы делаете как бы... Вот есть у меня вот этот колокольчик какой-то есть. Я вот, например, на него начинаю стебелечек. Сюда ввел, как он сделал. И бросил его. То есть не надо его туда заводить. То есть вы как бы сейчас пока сделаете. Ну и смотрим, какой характер у него листочков. У него к этому стебелечку какие-то вот зелененькие. Теперь нужно все связать зеленью. Уже в такой стадии мы можем. И зелень должна быть у вас живая. Дальше смотрю, где у меня еще цветочки есть. Вот там цветочки есть. У них много стебелечков. Соответственно, к этому желтенькому подводим много... Много каких-то маленьких таких стебелечечков. Но старайтесь, если у нас внутри цветка все стебли соединяются в одно зеленое большое пятно. То есть у вас не должно быть их отдельных сквозящих сквозь вот от этого до банки. Мы, как правило, выводим стебелечки только на фоне, когда они вылезают за пределы букета. И едва... Можно кисть так расщеплять, она едва-едва касаясь. Вот здесь какие-то такие листики, как у мышиного этого, не знаю, гороха такими полосочками. То есть на внешнем сути. А внутри все ничего не видно. Внутри должно быть все объединено. Не надо это все прям вот тут прям-прям-прям прорисовывать. И, соответственно, если листва у нас внутри букета, она тоже вся одним-одним пятном. Палочка, палочка, палочка. И, конечно, собираем все вот раскидисто так. Раскидисто в какую-то внутреннюю форму. В каких-то просветах можно побольше стебелечков сделать. То есть непонятно от каких они растений. То есть вот здесь не надо собрать цельность каждого стебелька. Ну, они все где-то идут, куда-то проваливаются. И мы не видим, кто к кому относится. Здесь скрывать ее. То есть вот они стебелечки. Когда это на фоне какого-то цветного пятна, то сразу становится все очень красиво. Какой-то может быть здесь цветочек такой торчать. Здесь цветочек. Цветочек, цветочек, цветочек. Цветочек, цветочек. Здесь у нас красиво вниз прям заходят цветы. Вот можно их... Соединяем, соединяем, соединяем. Свисающие. То есть, не забывайте, что что-то свешивается. Что-то свешивается. В разные стороны растем. Букет он даже вот... Как будто схватили, забежали на даче там его. Какой-то цветочек. Увидели, мне надо заспечатлеть. Быстренько это сделали. Какие-то травинки, они могут прямо вот так идти у нас. Вот так идти. Где-то они у нас. Травинки, травинки. Объединились, объединились. Пятнышки. Вот. И даже можно вот эти цветочки конкретные, которые вы не дорисовали, вот когда уже они у нас в такой стадии, что мы можем про них правду рассказывать. Взять уже цветик. Где-то, например, порисовать. Раз это клеер, то... Ну, или не клеер, какие-то цветочки. У них конкретные. Такие вот торчащие тычинки, не тычинки. Лепесточки. Вот. Чтобы они у нас были не просто пятнами уже, но прямо цветочки. Мы как бы пятно обрезали, внешние. И получили красивый цветочек. Здесь тоже пока пятно. Сейчас мы это пятно превращаем в цветочек. То есть от абстрактного пятна, как мы и говорили в анонсе нашего эфира, от пятна к картине. То есть мы вот те пятно превращаем в формы какие-то осмысленные. Будем остановиться. Но где-то вот вывести какие-то листья можно. То есть какие-то листики. Теперь эти пятна подкорректировать, чтобы это выглядело, как какой-то, например, светлый листик. Что сделать с вазой, чтобы она была такая идея? Сейчас. А мы вазу еще не делали. Мы сейчас вазу еще не делали. Я просто хочу, чтобы вы сейчас с листвой вокруг разобрались. А ваза у нас пока она еще... Мы вазу будем... Нам нужно в вазу ввести будет отражение и прозрачность. То есть нам нужно сейчас будет сделать пучок туда растительности этой. Все, я даже цветы больше делать и не буду мучить ее. Мучить их. Ваза. Сейчас я хочу... Сначала я ее поставлю еще. То есть нам все-таки немножко плоскость стола получить. Плоскость стола. Потом, конечно, хочется прям совсем темных зеленых листьев сделать. Но это мы чуть-чуть попозже. Так, смотрите. Во-первых, нужно под вазу сделать и под букетом, ну, как бы тень. Вот вы видите ее так. Немножечко она там и есть. То есть мы немножко вот этот вот туда закладываем такую темненькую тенюшку. Но чтобы она была... Отличалась. Была граница между вертикальной плоскостью и горизонтальной. Немножко так акварельно можно даже сюда ввести. Даже под вазу там немножко даже холодненьким каким-то. Вот под цветы. Чтобы она у нас была. Вот. Значит, внутри вазы, если посмотрите, там много-много всяких стебельков, которые соединились в одну форму. В одну форму. Будем предполагать, что у нас есть с вами здесь плоскость воды. То есть мы можем даже нарисовать, что у нас есть плоскость воды. То есть мы где-то, например, можем сделать, ну вот ее разделить и сделать просто такое пятно горизонтальное. Ну, как будто, чтобы было понятно, что это вот какое-то переломление цвета и формы. Значит, вот сейчас пока не стоит туда вводить отдельные стебелечки. То есть наша задача сейчас просто туда внести такой пучок обобщенного цвета. То есть тоже такое зеленое. Значит, но поскольку это через стекло, через блики, через рефлексы, это должно быть все немножко рваное и неточное. То есть мы примерно начинаем туда вот это пятно заводить. Как бы такое, как фрагментами такими, но... Зеленое, да? Зеленое, да. Но торчащее, как бы вот, как продолжение вот этих всех форм. Они как бы внутри стекла и оно немножко разрывается и преломляется. То есть где-то вот так вот. Но обязательно где-то ставить чистую вазу, чистый цвет, где за счет того, что там рефлексы, блики и все остальное, мы теряем внутренность. Мы видим только как бы отражение на поверхности. Теперь нам нужно туда ввести как бы глубокую тень такую. То есть темноту должна ваза. Можно прям зеленый с синим таким сделать. Нужно немножечко туда ввести ввести как бы внутреннюю часть темную такую вот прям. Потому что там тень все равно большая от форм, от этих цветов. Они там все не освещены прямо в этот зеленый. Самое главное, что сохраняя при этом где-то прозрачность. Так, по-моему, он уже не пишет. Батарейка села. Ну ладно, друзья. В общем, может быть, финал я вам покажу, но не факт.